уважаемые коллеги сегодня мы поговорим об основной такой важной темы которую очень часто мы встречаемся это перистомальное осложнение как вообще пациент наш получает средства реабилитации это те самые расходные материалы мы с вами должны как бы в принципе понимать откуда это все идет наше осложнение значит пациент имеет определенную симптоматику попадает хирургическое отделение как правило это по экстренной его прооперировали 4 5 день как правило выписывает и отправляет кабинет скомированных пациентов но вся проблема в том что отдельных таких специалистов не везде есть не в каждом регионе и как правило за это отвечает уже хирурги хирургический кабинет и насколько вот компетентен специалист в этой области настолько у нас и будут осложнения или не будет потому что все зависит от того что он выпишет индивидуально подберет для этого пациента дальше он заполняет эту карту она идет клиника экспортную комиссию дальше там врачи решает до проблема есть доктору виднее что нужно они коллегиально все это решает и передает медико-социальную комиссию там в общем-то подтверждение никакой не нужно просто делится фонд социального страхования компания дистрибьютор компания дистрибьютор привозит все что там было заказано именно тем самым специалистом у которого эта карта заполнялась и пациент это получает получил ли он в полном объеме но может быть он недостаточно получил информации как за этим ухаживать или он не получил в полном и в полном объеме автоматически ему как говорится заполнили карту и он выживает дальше уже как может жизнь конечно сама по себе со стомой это испытание для любого человека эмоционально это чувство безысходности стыда обиды брезгливости к собственному телу и основная задача это конечно специалистов объяснить рассказать как это работает и обеспечить теми необходимыми средствами которым в общем-то обеспечение берет на себя государство ну выглядит идеальная стома который в общем-то все хорошо без всяких нареканий пациенту хорошо и нам хорошо значит мы все правильно с вами выполнили но однако в россии осложнение идут до 60 процентов у пациента то есть эти осложнения конечно они отрицательно влияет на качество жизни пациента на уход но и на все остальное вот посмотрите в месяц обращение через интернет с поиском кожные осложнения вокруг стом обращаются 132 300 так вот пациентов ну или людей которым необходимо это в месяц это такая вот информация можно узнать по любому вопросу 10 в течение месяца с адреса не сколько раз с одного адреса столько с одного адреса то есть мы видим насколько это актуальная тема а почему она актуальна ну если мы говорим о всемирной организации здравоохранения то считается на тысячу людей приходится один стомированный пациент по этой значит формуле у нас что происходит у нас в россии должно составлять такое количество людей от 100 до 120 тысяч в россии в целом статистике нет однако зарегистрированы и бесплатное обеспечение техническими средствами те самыми необходимыми получает только 40 тысяч стомированных пациентов и они же инвалиды где 80 тысяч остальных пациентов а эти 80 тысяч они во первых не получают их бесплатно достают сами покупают это связано с тем что нету правильного направления у этого пациента он не имеет также группа инвалидности процентное разделение вот с этих 40 тысяч это 80 процентов колостомы 11 процентов это эластомы это те самые стомы который остро нуждается в качественном уходе иначе у них очень быстро развивается осложнение и 9 процентов у розы у растома не надо ничего оформляйте все эти средства не так уж сложно это купить хотя вы видите всего 9 процентов на самом деле мы знаем что таких пациентов достаточно большое количество это говорит о том что мы неправильно используем эти ресурсы и вот такие в результате вот этого то что у них нет этих средств они не знают какими средствами работать и вот так вот в таком виде поступают пациенты можно ли говорить тут о качестве жизни конечно нет об этом даже мы не можем и думать итак какие они перистомальные осложнения наиболее часто встречающиеся это аллергическая реакция на клеевую основу это мацерация это грибковые инфекции это инфицирование кожи и так далее мы сейчас попробуем разобрать эти варианты основная причина из-за чего то есть происходит вот здесь небольшая утечка под сам кала приемник под клеевую основу каловая масса это агрессивная среда естественно здесь она разъедает кожные покровы пластина отстает и когда мы снимаем мы уже имеем в большие изменения на коже конечно мы уже об этом проговорили делать жизнь пациента невыносимая и конечно адаптации к этому быть не может ограничение в жизни человека достаточно высокие и качество тоже нет значит и так перистомальное осложнение что они не прежде всего затрудняет уход за стомой на такую стону наклеивать вновь колоприемник это очень болезненно жжение боль и в общем то такие достаточно большие агрессивные психозы из-за этого возникает а хотя это можно все достаточно просто консервативное лечение подобрать и дальше выбрать правильные средства реабилитации но для этого нам нужны дополнительные средства ухода и самое главное индивидуальный подбор колоприемников они так автоматически как у нас это происходит все получивут на какие там есть и получите итак основной возьми с первое это что мы встречаемся это эритема это ограниченное или разлитое покраснение кожи возникающие при воздействии различных факторов какие здесь факторы но здесь факторы клеевая основа когда достаточно хорошо зафиксировано и отдирается колоприемник вместе с верхним эпидермисом и отсюда присоединяется инфекция и плюс возможность подтекания того же колоприемника и очень быстро раздражение и болевой синдром идет здесь мы очень быстро можем справиться с вами самое главное что мы таких пациентов когда появляются какие-либо осложнения мы сразу переводим с однокомпонентного колоприемника на двухкомпонентный тогда у нас пластина будет меняться раз в 4-5 дней а меняется только сам колоприемник и так пациент принимает душ или промываем водой если пациент у нас лежачий то подсушивается дает возможность как говорят погулять на воздухе дальше мы используем специально в коллекции стоит в любых средствах любой линейки они имеются эти средства это это вот мы говорим сейчас остомогезиве прекрасно припудривает припудриваем эту поверхность воспаленную и дальше мы можем заклеивать колоприемник значит этот порошок дает возможность снять воспаление прежде всего снимает зуд снимает жене если там скапливается влага потому что там есть воспаление она хорошо себя впитывает и через снимаем мы буквально через четыре терапии одни зависимости там индивидуально у каждого пациента мы добиваемся полного выздоровления но здесь что какая главная ошибка мы должны обязательно с вами использовать должны пациенты получать эти средства для снятия значит клеевой основы то есть она брызгается под клеевую основу и аккуратненько снимается колоприемник без всяких препятствий вот это очень важно мы очень часто встречаемся с такими пациентами где есть волосяной очень близко к стоми подходит волосяной покров выбривать выстригать это в общем-то выбривать мы не можем инфекцию можем занести бы стригать это невозможно каждый волосок подстричь поэтому каждое дирание колоприемника во первых это жуткий дискомфорт для пациента а дальше мы нарушаем фолликулу это же будет воспаление поэтому конечно здесь обязательно нужно использовать это средство для снятия здесь нил так здесь еще какое широкое применение любая пластырная повязка когда мы используем раневые поверхности когда мы занимаемся с вами лечением пролежней и когда кожа таком тонкая значит иногда она не столько поражается в самой раневой поверхности при снятии пластыря вот здесь конечно великолепная вещь но и в педиатрии конечно снятия пластыря это везде то есть очень хорошая вещь которая должна она есть как вы разу ли так и салфеткой дальше переходим более глубокие поражения это уже полосное образование содержащиеся розно геморрагическую жидкость то есть уже определенное отделяемое есть если мы просто наклеим колоприемник несмотря на болевой синдром зуб жжения то в принципе колоприемник держаться не будет вот те пациенты которые вы изначально и как раз были в такой ситуации что далее у них просто не клеился колоприемник от горит он не приклеивается он отстает значит прежде всего не только у колостом и это бывает и цистостомы это и гастростомы если там какие-то какое-то количество соляной кислоты выступает и конечно это есть раздражение есть герметичности уже той не будет поэтому здесь вот тоже самое принцип подхода такой же значит что мы и делаем но естественно обязательно гигиена это обычный душ или промывание водой дальше подсушиваем опять же используем порошок стомогизив и здесь мы еще дополнительно так как выделяется жидкость мы дополнительно используем с вами кольцевые пластины они зависят от ширины зависимости какое здесь поражение мы заклеиваем этой пластины там существует вот этот стомогизив хорошо он там достаточно снимает зуб снимает воспаление и здесь у нас дает герметичность и дополнительную хорошую фиксацию самого колоприемника и как я уже сказала мужа не используем каждодневные колоприемки то есть не отдираем каждый день и в общем-то при следующем снятии колоприемника мы видим достаточно красивую хорошую картинку то есть в принципе бороться с этими изменениями вполне возможно как работает эти пластины но во первых они создают определенную влажность а влажность это самое главное что необходимо нашей кожи таким образом предотвращает все эти кожные проблемы повреждения помогает создавать герметичность вон вокруг самой стомы дополнительно потому что она легко моделируется она такая как немножко пластилин не прилипает к рукам и хорошо можно герметично здесь ее значит создать герметичность ну и если есть рядом какие-то рубцы швы таким образом мы выравниваем кожные покровы и у пациента здесь мы видим у этой пациентки достаточно большая мацерация мокнутые и здесь накладывается вот это вот пластины и при снятии последующим колоприемника мы видим совершенно здоровая хорошая кожа но опять же не забываем использовать те средства для снятия к сожалению эти средства даются и у многих пациентов они имеются но им просто не объяснили для чего они нужны и поэтому они их не используют там пациент уходит из жизни они приносят говорит вот у нас остались мы не знаем поэтому нужно широко использовать пока пациенту это необходимо здесь уже мы видим видим эрозия это и сиди дефект эпидермиса которые образуются после вскрытия пузырьков здесь дном эрозии является эпители или так называемый сочи фасочковый слой дермы и здесь конечно уже нужно принимать более такие активные действия значит я не забываю говорить о том что после гигиены мы все это делаем обязательно мы используем здесь уже с вами после того как промыли подсушили используем крем я акцентирую что это должен быть крем акридерм ни в коем случае есть мазь акридерм так мы используем крем потому что если мы будем использовать мазь смази у нас колоприемник не приклеится в последующем поверх акридерма мы наносим опять же порошок стомодезив и чтобы создать герметичность дополнительную герметичность мы используем пластины и двухкомпонентный колоприемник и добиваемся достаточно хорошего эффекта очень часто категория наши онкологические пациенты когда их прооперирует выставляет диагнозы в общем-то их очень быстренько выписывают идите к онкологам и так далее и отпускает их без снятия швов может быть даже и мы говорили снимите швы потому что это значит там у вас находится но он находился в таком состоянии стрессовым шоковым да что он в общем то может и не принял эту информацию поэтому и важно для них несколько раз акцентировать на этом внимание может быть стомотерапевт но как правило стомотерапевты конечно смотрит может не на хирург он просто со слов все выписал что посчитал нужно и не посмотрел и вот когда в течение полутора-двух месяцев они находятся с этими швами и конечно там идет разваливается раневые поверхности здесь уже достаточно глубокие поражения здесь мы в общем то подходим к тактике у нас лечение как обычная система тайм то есть влажная терапия мы снимаем прежде всего швы все разводим ровно настолько сколько они разошлись аккуратно тампонируем альгинатными повязками любые какие у нас на данный момент имеется затем мы с вами закрываем уже нам нужно герметично закрыть кольцом потому что если мы этим кольцом не закроем то будет как мы говорим альгинатные растворяется будет выделяться экссудат и тогда просто колоприемник у нас не приклеится и поэтому мы накрываем аккуратненько кольцом и двухкомпонентный колоприемник и вот две смены произошло колоприемника через восемь дней мы видим что здесь все натяжение процесс пошел то есть в принципе лучше конечно до этого не доводить но если уже у нас поступает такой пациент у нас с вами ресурсы на улучшение качества жизни есть должны с вами запомнить раз и навсегда стомы раневые поверхности они все совершенно одинаковы мы уже отходим от старой методики уже применяем систему тайм и то система там совершенно неприемлик спиртосодержащие агрессивные красящие вещества и то же самое относится в этом случае здесь тоже самое и так но говорить об проблеме не говорить о профилактике это неправильно поэтому мы тоже поговорим но организации ухода это прежде всего что такое это правильное использование средств ухода за стомами то есть мы должны четко знать что пациент должен у нас получать и как этим пользоваться и смотрим на мониторирование стомированных пациентов по чаще значит прежде всего пациент должен иметь информацию о способе ухода за ней если он сам это существует осуществляет мы должны с вами оценить способен ли наш пациент в данный момент к обучению или тот кто за ним ухаживаем он вообще обучаемый но вот информация на сегодняшний момент значит социальная служба ухаживающие суд службы они тоже обучаются и у них уже внесено в обязанность что они тоже могут менять колоприемники но если возникает проблема конечно это решает уже медицинские работники значит насколько пациент адаптирован к этой стоми насколько он понимает что то такое значит возможно ли самообслуживание или какая-то нужна социальная поддержка если в семье больше никого нет это тоже одна из проблем которую мы должны направить если у пациента зрение хорошо ли он видит может ли он себе правильно сделает если у него моторика руками может ли он иногда пациент при ожирении он просто дотянуться до этой стомы не может то есть мы должны оценить все те основные вопросы кто может ухаживать и как может ухаживать но прежде всего начнем профилактики о том как подобрать правильно колоприемники с чего вообще все начинается начинается с первым с первого этапа это оценки стома начну ее должны оценить в нескольких позициях положение лежа положение стоя положение сидя когда пациент лежит у нас все вроде прекрасно все хорошо расправлено ничего нам не мешает но когда пациент у нас стал или пациент у нас сидит мы видим что нависает вот эти вот складочки ну как правило сразу после операции даже если у него нет ожирения пациента сбрасывает весе и конечно эти складки могут появляться и даже у худых пациентов поэтому не обязательно это быть с повышенным весом и соответственно мы отсюда должны правильно выбрать колоприемник который необходим индивидуально для нашего пациента ну первый этап так называемый колоприемников это конечно послеоперационные колоприемники они имеют большую фиксирующую значит основу достаточно большой площади они прозрачны чем очень неприятны для пациентов потому что они видят вот ту самую кишку они видят отделяемые и у них первое время брезгливость к собственному телу возникает но нам для этого первое время необходимо отслеживать как ведет себя кишка когда появляется стул и так далее то есть это тире 7-10 дней мы держим пациента на этом значит колоприемники как только мы сняли швы у нас там два дня он походил со согнятыми швами все у нас хорошо не возникает проблем мы переводим пациента на однокомпонентный колоприемник у них очень много преимуществ они плоские гибкие они уже не прозрачные то есть уже пациент не видит в общем то здесь можно подобрать как значит дренируемые и не дренируем и к ним есть дополнительные средства если возможность фиксации здесь на это очень важно потому что первое время у пациента паническое такое состояние что это может отклеиться и так далее значит но мы должны очень четко понимать наполнение любого колоприемника будь это однокомпонентный двухкомпонентный это должно быть не более чем на одну треть это с чем связано потому что каловые массы нагрузка оттягивают и тем к таким образом мы травмируем ту самую кожу и впоследствии мы же еще что о чем говорим о том что к однокомпонентные колоприемники они меняются ежедневно обязательно меняется ежедневно независимо сколько там было каловых масс и вот частая смена как раз и идет к нарушению целостности кожных покровов мацерации поэтому нужно обязательно отслеживать если у пациента тот самый спрей которому должен правильно снимать этот самый колоприемник значит сколько мы пользуемся однокомпонентными колоприемниками однокомпонентный колоприемник используется месяц-полтора как раз на то время пока оформляется вот эти документы и привезут нам двухкомпонентный колоприемник который мы правильно оформим и закажем почему не используется постоянно потому что это ежедневные отрывание и приклеивание значит к сожалению у нас другой менталитет как назначили этот однокомпонентный так и дальше качество жизни от этого конечно наших пациентов страдает и плюс поэтому высокий процент осложнения у нас двухкомпонентные системы сейчас мы с ней было поговорим о них значит они состоят из пластины и самого мешка здесь сейчас широчайший диапазон этих пластин то есть подобрать можно под любого пациента здесь есть и полные пластины которые значит гидроколлоидная основа этих пластин они потяжелее и поэтому не всем подходят есть облегченные то здесь гидроколлоидная основу вокруг самой стомы а здесь дышащие пластырь дальше есть с фланцевым креплением есть без фланцевой стыковки дальше есть вырезаемым отверстием с моделируемым устьем есть выпуклые так называемые плоские и конвексные это как раз зависит вот этот широкий диапазон о посмотри своей стом и как она выглядит и что нам необходимо для этого пациента вот мы здесь видим пластины вот это вот фланцевая стыковка плюс фланцевая стыковка мешка и в принципе они состыковываются вроде как все хорошо это меняется раз в четыре пять дней здесь меняется ежедневно но здесь в чем всегда возникает проблема очень многие медицинский персонал говорит они очень неудобны приходится сильно давить на живот пациенту потому что вот это вот щелчка не получается нужно продавить это нарушение технологии наложения значит конечно будет тяжело продавить эту самую сам этот фланец он жесткий дело в том что перед тем как мы начинаем его пристыковывать мы должны согреть вот этот вот мешок вот это вот кольцо он да она должна нагреться для того чтобы она мягко легко закрылась и впоследствии было герметично мы можем разными способами согреть это кольцо мы можем просто перед началом манипуляции подложить под пациентом собственным телом разогреет мы можем там разогреть там есть у некоторых отделениях маленькие такие фены на батареи как они могут подогреть его чуть-чуть то есть достаточно легко подогреть и он легко закроется не будет вот этого щелчка не нужно будет совершенно давление мы женщины знаем когда консервируем крышку разогрели она легко закрылась потом она герметично находится здесь тот же самый принцип поэтому это делать обязательно необходимо для того чтобы не возникало никаких проблем дальше когда мы с вами видим о том что вот здесь вот у нас вот это вот складка нависает значит вот это фланцевое кольцо она на эту складку будет давить и пациент может только в положении лежа у нас находиться поэтому здесь используется значит пластины без фланцевой стыковки вот это вот основа клеевая здесь снимается значит вот это вот пленочка и герметично клеится детские колоприемники они все без фланцевой стыковки поэтому здесь конечно великолепная помощь с нашим пациентам 10 будет замечательно комфортно в результате после операционного периода возникает такие процессы когда у нас вдруг стома втянулась да вот этот вот месяц нам и дается когда мы первый месяц используем однокомпонентный наблюдать как выглядит стома чтобы как раз мы в этот период и могли заказать что необходимо если после операции она подтянулась ушла туда глубоко то здесь создать герметичность будет очень сложно и поэтому для этого используются так называемые конвексные выпуклые пластины которые когда мы с вами приклеиваю ее поджимаем брюшной полости и чуть-чуть и соответственно выдавливается этот край кишки даже если он не выдавливается находится вот здесь полностью мы уже все равно создали с вами ту самую герметичность которой необходимо для этого пациента вот мы здесь видим мало того что здесь существует складка у этого пациента здесь она еще и относительно втянутая стома и плюс у нас ввиду того что не использовались те средства необходимы здесь мы имеем осложнение поэтому естественно таким пациентам накладывается стома только в положении лежа расправленным соответственно мы после гигиены накладываем кольцо чтобы она приподняла эту кишку выровняла и затем используем вот эти вот значит без фланцевые со стыковкой пластины и соответственно мешок так называемые моделируемые или пластичные пластины они очень важны для нас потому что очень часто бывает кишка асимметричные именно четко обрисовать этот контур подобрать достаточно сложно а если у нас там расхождение 1 миллиметр здесь уже будет подтекание это пациенты у которых нарушена моторика он не может вырезать пока гиганты нарушение зрения мы используем вот эти вот пластинчатые пластичные пластины значит они пальчиками раздвигаются затем она наклеивается и распускается вот этот вот валик и он очень плотно облегает кишку на отекает кишка жарко отекает она становится растягивается холодная кишка маленько спазмируется и соответственно тоже этот валик герметично придержится он еще называется черепашья шея то есть конечно здесь очень широкий диапазон удобно и очень важно для тех пациентов кому обязательно необходимы эти вещи и ластома потому что малейшее не создание герметичности у этих пациентов и как раз вот будет подтекание и очень быстро там потому что у и ластома мы знаем что это агрессивный стул его большое количество до двух литров будет этого стула и конечно он жидкий и здесь просто необходимо для этих пациентов эти пластины ну и один из расходников который тоже очень важен для наших пациентов они как бы называются нейтрализаторы запаха но метр или как нейтрализатор на моем опыте я бы его поставила на третье место первое место это конечно от раздувания когда повышенное газообразование у пациента пакет раздувается он пустой но он раздувается этот маленький фильтр он не успевает и соответственно нарушается герметичность и происходит подтекание у пациентов с эластомами у пациентов с жидким стулом он тоже крайне необходим для того чтобы нам нужно сформировать этот стул чтобы он именно сформировался в этом мешке поэтому мы используем вот эти вот саши бросаем туда в мешочек и он при поступлении стула очень быстро происходит реакцию формируется вполне сформированный значит и кол и третье это нейтрализатор запах и поэтому здесь вот эти вот мешки опять же в обязательном порядке должен обеспечен быть пациент с эластомой или те пациенты которые как я уже перечислила имеете или иные проблемы значит при первичном назначении однокомпонентного мешка любого мы должны выдать вот эти вот средства которые они должны иметь и косметики так называемого ухода за стоном это защитная пленка она используется для того чтобы даст дать дополнительную фиксацию этой пластины и соответственно герметичность будет но мы должны четко понимать что используется только в тех случаях когда совершенно здоровая кожа если имеется какие-то повреждения его использовать нельзя и средства перистомальное для выравнивания кожи тоже если у нас нет этих колец имеет место быть мы должны просто знать как они накладываются вот ошибка номер один накладывается вокруг стомы и мы прижимаем мешок и это клеевая основа вылазит сюда если мы наносим вокруг мешка жирным таким слоем тоже приклеивая выступить значит на расстоянии 1 0 5 1 сантиметр должно быть и тоненьким слоем мы наносим тогда здесь будет создана герметичность значит здесь что хотелось бы мне сакцентировать внимание что согласно вот этого приказа все пациенты имеющие стомы обеспечивается с теми средствами которые ему необходимы и есть такая у нас здесь ситуация что мы в течение года можем дважды поменять эти средства которые необходимы для нашего пациента без прохождения медицинского осмотра и так далее то есть дополнительно пишем реабилитационную карту и получает пациент эти средства то есть это приказ обеспечении а это о гибкости что в течение года мы дважды можем что-то дополнительно выписать или поменять то средство на другое также мне хотелось бы сказать о том что есть такой значит сайта 100 где в общем то можно получить консультацию у специалистов значит узкого профиля где между собой общается те же самые пациенты имеет определенные проблемы это тоже для нас важно чтобы они коммуницировали и если нам необходима эта информация есть специально для медицинских работников итак я вас благодарю за внимание хочу напомнить о том что стома это не конец жизни если качественно за ней ухаживать мы можем добиться европейских стандартов получать минимум этих самых осложнений для субтитров а также 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 для субтит